Много лет назад Наталья решила коллекционировать кукол, привозила их из разных стран, в которых путешествовала. Тогда и подумать не могла, что большую часть своей коллекции она найдет в родном Террасполе, в киоске с журналами. Был журнал, к нему прилагалась кукла. Журнал назывался «Дамы эпохи». Раз в две недели появлялся новый журнал и новая кукла. Куклы – героини литературных произведений. Булгаковская Маргарита, Анна Каренина из одноименного романа, Сонечка Мармеладова из «Преступление и наказание». Куклы полностью из фарфора, что в кукольном производстве бывает редко. Обычно бывают фарфоровые куклы. У них фарфоровые только ручки и лицо. Все остальное там тряпичное или керамика. В данном случае они полностью фарфоровые ножки. Сбалансировано тело настолько удачно, что ее можно поставить. Она, вы видите, стоит на столе. Такое бывает крайне редко. Обычно все фарфоровые куклы или сидят, или на специальных подставках. Любимая кукла Натальи – Анна Каренина. Когда читала роман, такое ее себе и представляла. Но каждую куклу из коллекции хочется рассматривать. Много мелких деталей – кружева, пуговки, шляпки и даже батон в корзинке. В журналах, которые дополняли коллекцию, можно было найти любопытные факты. На каких заводах изготавливались куклы? Как можно определить подлинность этой куклы? Конечно же, мне было это очень интересно. Ну и, естественно, и описание непосредственно самой литературной героини, автора, как был написан само произведение, сам роман. Кстати, в одном из журналов Наталья увидела куклу с клеймом на шее, которую потом нашла на блошином рынке в Черногории, из-за которой уже готова была отдать ту цену, что просил продавец. Но… Меня предупредили, что я не смогу ее вывезти, так как она представляет историческую ценность для этой страны, и у меня могут быть проблемы на таможне. К сожалению, коллекция Натальи неполная. У нее 25 кукол, 5 не хватает. Поэтому, если есть у нас такие же любители литературных героиней с фарфором, можно на что-то и поменяться. Субтитры создавал DimaTorzok